А сегодня у нас тема именно директорские бонусы. Некоторые путают директорские бонусы с квалификационными бонусами и так далее. Но директорские бонусы это то, что мы постоянно получаем, если выращиваем одного и более директоров. То есть это, можно сказать, пассивный доход. Когда вы вырастили ветку, она продолжает вырасти без вашего участия, а вы все равно получаете процент с первого поколения, директора второго поколения, третьего и так далее. То есть еще зависит от вашей квалификации. Вот как раз в плане зрения доходы от директорские бонусы мы нажмем. Именно сегодня у нас эта тема. И здесь такая сразу же табличка. Вот давайте я буду галочками помечать. Смотрите, вот здесь вот идет ноль. Это директор ровно ОЛГ 3000 баллов. То есть здесь никаких бонусов вам не положено. То есть теми директорских. Далее у нас идет уже старший директор. Вот он, старший директор. У него, у этого старшего может быть один директор в первой линии. И требуемый ОЛГ. Вот смотрите, вот эта вот графа. Она очень важно показывает. Что она показывает? В том, что сколько нужен ОЛГ. Давайте еще из вчерашнего вебинара напомним. Что такое ОЛГ? Объем личной группы. Это тот объем, в который не входят директорские ветки. То есть для того, чтобы получать с одного директора, вам нужно сделать 2000 баллов объем личной группы. То есть если у вас нет 2000, у вас например 1000 от директора, вы будете получать с этой 1000 по 23 процентов. Но если у вас, например, это все покупатели, то все под 23 процентов. Если у вас ветка выращена 1000, то есть идет все равно маркетинговая разница. Мы ее обсудим на дальнейших вебинарах. Посчитаем с вами вместе. И соответственно, далее. Если две директорские ветки, нужно 1500 баллов объем личной группы. Три и более, как видите. Вот здесь вот. Сколько бы у вас директорских веток не было после трех, у вас всегда должно быть 1000 баллов объем личной группы. Вот я вам сейчас поясняю табличку, чтобы вы могли понять, как она читается. То есть что здесь написано. Требуемое ОЛГ. То есть, но, замечу, здесь даже вот двумя звездочками. И здесь подписано. Для получения полного бонуса нужно 3000 баллов. Действительно. Почему так написано? Потому что ваш вышестоящий директор должен получить 5% с 3000 баллов. Это по маркетингу. То есть, если у вас будет недоставать до 3000 баллов часть директорского бонуса. Если вот, например, у вас три ветки. Давайте уберу это. Если у вас, например, три ветки директорские, у вас 1000 баллов ОЛГ. То есть, у вас для полного объема не хватает 2000 баллов. То есть, вы будете компенсировать вышестоящему директору за недостающие 2000 баллов вот с этих вот директоров. То есть, ну, это если посчитать по формуле. 2000 умножаем на 60 и умножаем на 5%. То есть, вот столько вы будете компенсировать. То есть, соответственно, всегда следите за объемом своей личной группы. Если хотите получать полностью. Соответственно, у вас и вы не только будете не отдавать вышестоящему получать нормальность 3000 баллов. Но и у вас доход будет выше у самих. Помимо того, что у вас компенсация. То есть, ну, соответственно, вы же больше будете получать с 3000 баллов, чем с 1000 баллов. Соответственно, ну, здесь вот такая вот у нас получается механика. То есть, и, соответственно, здесь это все написано. Далее. Здесь вот идет вот эта вот графа. Требуемый ГО. То есть, требуемый объем всей структуры. То есть, вчера мы говорили, групповой объем это объем всей структуры. То есть, для чего он введен. Это как раз у нас для улучшенного маркетинга, который у нас в сентябре 2021 года был введен. То есть, вот давайте разберем. Вот идем дальше. Это улучшение касается только со второго уровня. Первого уровня, как видите, ничего не меняется. Вот он первый уровень. Здесь идентично идет 5% и ничего не меняется. Вот со второго уровня идет улучшение. То есть, давайте возьмем старый маркетинг. Они находятся вот здесь. То есть, вот минимальный гарантированный бонус. Все вот эти вот, где я поставлю галочки. Это идет старый маркетинг. До того, как улучшенный маркетинг был внесен. То есть, здесь задается вопрос часто у людей. А если я не выполняю условия по маркетингу, там 60% сейчас, которые мы с вами обсудим. Я чуть попозже покажу. Что, мы вообще ничего не будем получать? Нет, если вы не выполняете условия по 60% или по объему личной группы, а группового объема. То, например, если группового объема там идет нюанс. Я еще расскажу их чуть-чуть попозже. То, если человек не выполняет условия, например, у него ветка там, например, 70%. То есть, соответственно, он по улучшенному маркетингу не будет получать. То есть, как вам объяснить? 70% это, например, у вас объем всей структуры 10 тысяч баллов, а под вами ветка одна большая 7 тысяч баллов. Получается, у вас 70% занимает только общая река. Вы не номинированы на участие по улучшенному маркетингу. Вот он как раз, улучшенный маркетинг, он указан как раз, бонус второго уровня, бонус не минимальный именно, а вот где белым выделено, не красным. Вот эти объемы человек получает, если выполняет условия. То есть, у него одна ветка не больше 60%. То есть, здесь, я думаю, все понятно. То есть, требуемый ОЛГ, а вот здесь требуемый ГО для получения. То есть, серебряный директор для того, чтобы получать увеличенный бонус со второго уровня. То есть, если по стандартному маркетингу идет 1%, то по улучшенному идет 1,5%. То есть, здесь еще не особо существенно как бы увеличиваться, но увеличиваться. Еще давайте вот разберем, чтобы вам было понятно. Это табличка, смотрите. И здесь показаны проценты. Вот два директора, если у вас есть, если вы серебряный директор, то вы имеете возможность получать с первого, второго и третьего поколения директоров. Рубиновый директор уже получает с четырех поколений директоров. Бриллиантовый с пяти поколений директоров. То есть, вы даже здесь можете прорисовать, сколько партнер получает уже с семи. То есть, давайте даже посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, семь поколений директоров получает у нас партнер. То есть, мы получаем с семи поколений директоров. Не консультантов, а именно директоров. То есть, и квалифицированных директоров. То есть, что это значит? Есть условия, например, если, например, под директором, открывся директор, у него должно быть для квалификации 2000 баллов. Что мы с вами говорили как раз. Это считается квалификация. То есть, если открылся серебряный директор, у него должно быть 1500, только тогда квалификация. Вернее, более 1500 баллов личной группы. Тогда у него квалификация. Если, например, у директора есть директорская ветка, но нет 2000 баллов, он не считается квалифицированным директором. То есть, он, как называют еще, директор в корзинке, директор без открылых. То, как называет. То есть, можно по-разному называть. То есть, просто у человека не хватает ОЛГ для получения директорских бонусов. Поколение директоров, вот я сейчас как раз объясняю, вернее, объясню поколение. Это именно квалифицированные директоры. Первый, второй, третий уровень. Они должны выполнять как раз вот эти вот условия по маркетинг-плану. Что здесь вот в табличке описано, вот такие люди считаются поколениями. То есть, если, например, у старшего директора есть второй директор, это уже второе поколение директоров. Если он сам выполняет 2000 баллов ОЛГ. И вот именно считаются квалифицированные директора. Не просто которые на 3000 баллов, у них под ними директор, и у них нет ничего. Нет, такие люди не считаются. Именно считаются квалифицированные директора. А если директор не в первой линии, а в первой линии 20-ти. Безотребник, он не считается директором первой линии. Есть понятие директорская ветка там. Но сила по маркетингу, кто-то выходит на директора. То есть, кто-то имеет ровно 3000 баллов ОЛГ по сути. Он и считается квалифицированным директором. Пусть у него там даже просто личный заказ на 50 баллов. К сожалению, такое, конечно, бывает. Бывает, что по человеку выраста ответка 2950. Он делает 50 баллов, и он как будто становится квалифицированным директором по системе. И такое бывает. Но дальнейший рост, соответственно, уже когда вырастет ветка на 3000 баллов, он уже не будет считаться. Он будет, там другой человек будет считаться квалифицированным директором. Именно отходит от квалификации. Вот даже возьмем обратно. Вот 3000 баллов ОЛГ. То есть, он сделал 50 баллов. Да даже если он не сделал 50 баллов, у него, например, есть человек, который в первой линии делает 50 баллов. И ветка под ним большая, сделала 2950. Он вроде бы считается, но он даже премию, не премию, а доход с этого не получит, если он сделает 50 баллов. То есть, именно считается объем личной группы вот на этом этапе, если вы только один директор. Но мы вводим такое понятие, как директорская ветка. То есть, там нет еще, бывает такое, что нету лидера в этом, который действительно активно работает. Там внизу где-то лидеры, которые активно работают. И там, например, человек на 15, на 19 процентах. Когда он выйдет, то есть, и здесь, смотрите, объясню вам. Давайте презентацию вообще открою. Объясним еще кое-что, чтобы вам для понимания было, немного порисуем. Берем вот человечка. Сразу же несколько их сделаем. Вот, смотрите, это, например, вы, да? Далее под вами человек. Давайте их в одну структуру сделаем. Вы, то есть, под вами человек, у него, например, 3050. Из них, это его, как бы, объем, но он не директор. Потому что, например, под ним человек, который делает 3000 баллов. То есть, получается, вот этот человек считается директором первой линии. Этот человек уходит без отрывов, но вы с него тоже получаете 5 процентов с его личным объемом. Вот он, 50 баллов, это его личный объем. И со структуры этого директора получаете 5 процентов. Давайте еще разберем немножко, да? К примеру, человек, когда тоже упал, например, без отрывов, то есть, и в конце, там где-то, вот этот, например, человек сделал 3000 баллов. И вот с всего этого объема, который до директора, опять же, идет по 5 процентам, потому что включаются правила директорской ветки. И с объема этого директора вы тоже получаете 5 процентов. Например, вот этот человек, он все-таки включился, у него одна ветка и 2000 баллов ОЛГ. Соответственно, он переходит статус вашей директора, вашей первой линии. Этот человек, который снизу, он становится директором уже второй линии. То есть, ну, даже вот эти вот люди, которые вот здесь вот между ними находятся, вы уже с них будете получать как со второго поколения директоров. То есть, со всего личного объема там идет максимально. Давайте откроем обратно. То есть, здесь серебряный директор, со второго, здесь нужно именно быть еще на квалификации, должны уже быть на квалификации серебряного директора, чтобы получать со второго поколения директоров. По улучшенному маркетингу идет 1,5%, по стандартному идет 1%. То есть, если взять это, то есть, вы вот с этой ветки будете уже получать по одному проценту полностью. Далее идет, как получить директорский бонус. Выполните требования ГО для вашего звания. То есть, вот мы как раз про ГО говорили, сколько нужно групповой объем для того, чтобы получать. То есть, вот он написан, требованный ГО для получения бонусов. И второе правило, выполните правило 60%. То есть, я уже объяснял вам. То есть, давайте с вами здесь еще, чтобы наглядно это было. Вот, например, у вас 3 ветки. Эти ветки не должны, например, один из них лидер. Так, вместо его начал. Немножко, давайте сюда переместим. У вас объем, например, 10 тысяч баллов. У этого, например, 6 тысяч баллов. А у этих двух по 2 тысячи баллов. Это, как бы, я сейчас показываю очень-очень в притык. Именно для выполнения бонуса. То есть, у человека, например, есть директор. Ну, здесь я показал вам, к сожалению, еще старшего директора. Он не получат со второго поколения директоров. И, ну, здесь вообще 10 тысяч баллов. Это тот объем еще, где особо не всегда есть. Если вы правильно ставили структуру. Или равномерно. Не всегда есть директора во втором поколении. Но бывает. То есть, ну, давайте еще добавим. Здесь оставим. И вот, например, этот еще, к примеру, 3 тысячи баллов. У вас есть второй директор. Соответственно, вы получаете уже там, из директоров второго уровня. И вот с этих, здесь вот я вам показал, получается не 10, а 13 тысяч баллов. Соответственно, здесь как раз идет выполнение хорошее. И вы получаете полтора процента вот с этих там двух директоров. К примеру, у человека. Но если у вас, к примеру, эта ветка 8 тысяч баллов. А, например, этого третьего директора нету. Ну, вы еще не получаете так. Сейчас с вами немного. Ну, давайте возьмем уже больше объема 18 тысяч баллов. И здесь по 24-27 тысяч в общем. И, соответственно, здесь уже идет перекос в плане того, что эта ветка превышает. У нас 60 процентов. И, соответственно, вы будете получать, если разобраться, то вот по этому проценту, который идет минимальный бонус. То есть, 1 процент. Поэтому с самого начала вы следите за своими ветками. Желательно выращивать две ветки одновременно, чтобы даже по нашим директорам я заметил, что то, что одна ветка у них идет всегда крупная, которую они первого начинали. А вторая ветка меньше, 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 меньше. Старайтесь в самом начале заложить две сильные бизнес-ветки для того, чтобы они росли дальше уже в одном режиме, в одном темпе, примерно. И оборот у них был одинаковый. То есть, это ваши заинтересованности, чтобы дальше нормально, спокойно вести и получать именно по улучшенному маркетингу максимальные бонусы. То есть, заметьте, то что партнер, к примеру, получает 5 процентов с первого поколения директоров и 5 процентов со второго. То есть, если раньше был 1 процент со второго поколения, то, смотрите, почти в 5 раз увеличился доход со второго поколения директоров. А да, некоторые скажут, что партнеров не еще далеко, а вот, например, взять бриллиант элитного директора, то они уже получают 3 процента и 4 процента соответственно. То есть, есть к чему стремиться, и я считаю, что на бриллианта элитного директора может выйти абсолютно любой активный человек, который, там, например, будет активно всегда рекрутировать. Не просто они на звание директора становятся и пойдут, а именно пойдут на высокие звания. То есть, становятся, например, элитным директором. Не то, что становятся, а поймите одно, теми методами, например, адресный рекрутинг и так далее, не всегда вы будете работать ими. Появляются всегда новые еще методы изобретут. У вас деньги появятся на рекламу, чтобы заменить адресный рекрутинг на, к примеру, рекламу. Соответственно, вы просто поменяете метод рекрутинга, а регистрации у вас будут идти. Так, далее. Здесь правило 60%, оно здесь показано. То есть, я даже рисовал, вот, минимальный бонус у человека 15 тысяч баллов, но у него ветка ГО 9 тысяч баллов. То есть, он и еще один директор. Он не получает, у него нету 60%, то есть, эта ветка ровно 60%. Здесь показано, если ровно 60%, то это получается минимальный гарантированный бонус. Это по стандартному маркетингу. А если у человека ровно, то есть, например, здесь второй вариант расписан. 18 тысяч баллов ОЛГ. ГО первого директора самого большей ветки 9 тысяч, а у второго ГО 6 тысяч баллов. Плюс еще ОЛГ здесь показано, там, 3 тысячи баллов. И, соответственно, здесь по объему все выполняется, и человек получает как раз по улучшенному маркетингу. И здесь вот как раз показано, нет требуемого ОЛГ, то есть, серебряного директора. Если нет объема 10 тысяч баллов, то человек получает по стандартному маркетингу. Ну, например, давайте разберем, например, у золота нету 20 тысяч баллов. Но он все равно получает по улучшенному маркетингу, здесь даже чуть ниже как раз, за серебряного директора. То есть, поняли то, что у него правило 60% выполнено. Здесь вот первое. У него нет как бы 60% это стандартный маркетинг. Бонус. То есть, какой, если человек выполнил. А вторая табличка, если человек не выполнил требуемый групповой объем, он, как видите, здесь 1,5% показано. Это серебряный директор. За серебряного директора он получает, но не получат за золотого директора. То есть, у золотого директора уже идет 2% со второго поколения директоров. Вот здесь вот, чтобы было понятно, давайте еще порисуем. Вот здесь вот, видите, пусто. То есть, но он получает 1,5% со второго поколения директоров. и так далее то есть абсолютно ко всем относиться уровням что здесь то есть на каждый уровень идет вот например рубин выполнять 40 тысяч баллов он например выполнять 35 тысяч баллов он получает получается по золотому директору то есть его уровень он получат именно по золотому директору если у него выполнено правило 60 процентов там он его оборот станет 40 тысяч баллов он начнет получаете уже за свое звание то есть здесь принципе это все расписано то есть вот два условия которые вы должны знать я сейчас вам вышлю в чат чтобы вы их запомнили мы с вами как раз посчитали какой объем должен быть и групповой то что получать по улучшенному маркетингу и правило которое нужно выполнять то есть у вас одна ветка которая самая большая не должна превышать 60 процентов от вашего оборота вашей всей команды то есть принципе давайте я вам открою другую вкладочку мы с вами придем раздел паркнерства и и и так далее вот здесь вот идет пояснение для каждого директора то есть идет минимальный гарантируемый бонус вот например директор сразу же показано здесь в этих табличках сколько он получает именно с первого второго третьего здесь даже поколения показаны на каком уровне вы сколько сколько поколений в глубину вы получаете рубиновый то есть и расписано нет требуемого чуть ниже то есть он есть не выполняет по объему он сразу же показано сколько он получает там например получать золотого за серебряным может получать рубин во первых разобраться то рубин это четыре директорские ветки тысячи баллов олг то есть 4 умножаем на 3 тысячи баллов 12 15 тысяч 13 тысяч баллов может быть рубиновый директор понимаете почему то для чего это вообще объяснено то что рубин но у рубинов в таком складе когда человеком 4 директора и просто тысячи баллов олг и тысячи баллов у него нет еще директоров во втором третьем и четвертом то есть и то же самое расписано под уровень уже бриллиантового директора сколько человек ну вот на бриллианте уже даже компания написала что если бриллиант не уже есть большой объем то есть это больше тысячи баллов олг где где же посмотреть сколько у вас одна ветка сколько у вас другая ветка мы заходим раздел отчеты здесь есть отчет по голову первого уровня то есть чтобы вам самим его не считать сколько у вас выходит вы можете это всегда посмотреть в отчет когда заходите в отчет выбирайте нужный каталог давайте возьмем десятый посмотрим у нас сколько в процентах было и ждем когда прогрузится вот смотрите ветка андрея зеленкова у нас 38 процентов ветка греханы и джахангера 14 процентов и так далее то есть здесь уже все в процентовки написано сколько что и в этот объем входит вся структура то есть и даже ваш объем личной группы в этот счет здесь не все показано здесь несколько листов как видите но здесь только первое которое у нас директорские ветки идут именно с первой линии соответственно в этом отчете вы можете спокойно посмотреть сколько у вас занимает ветка все как раз по директорским бонусом мы с вами разобрали получается серебряного директора да 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 остальные лоб это те россии 3000 павлов нам видишь в CATS складе если ты тысячи вала тебе просто не с кого получать полтора процента то есть если у серебряного директора нету директоров во втором поколении он полностью не получают то есть ему что получили бонус нужно чтобы во втором поколении директоров появились тоже директора это просто показан минимальный белом который должен быть нет ну смотри у серебра по сути должно быть полторы тысячи баллов не минимум давай разберем этот вариант например человека 10 тысяч баллов давай возьмем этот борт по 3000 баллов это у нас получается олг соответственно ты сказала 3000 баллов директор и здесь получается полторы четыре с половиной пять шесть с половиной тысяч баллов получается эта ветка но видишь ли здесь я при таком складе все шесть с половиной тысяч баллов и пять с половиной и так то есть здесь получается пять половиной тысяч баллов и условия выполняться но здесь получается надо чтобы появился директор один здесь получаться 3000 баллов человеку вот здесь вот уберем вот при таком раскладе у человека начинается в принципе начисления директорского бонуса то есть мы здесь посчитали получаться него объема пять тысяч баллов олг две с половиной тысячи баллов то есть это старший директор под вами то тогда уже вот это вот второго который под ним вы получаете на полтора процента то есть если у этого человека олг вот после пять с половиной тысяч баллов то здесь просто не с кого будут получать то здесь важно именно понять то что еще вам это ближе конечно в том то что ваши ветки должны расти для того чтобы вы еще получали по со второго поколения с третьего по званию вашему то есть как мы с вами обсудили что серебро получают серебряный директор получает а с двух поколений директоров золотой из трех рубинный из четырех а бриллиантовый из пяти партнер так элитный из шести партнер с семи поколений директоров и для того чтобы эти вообще бонусы получать вам нужно чтобы в этих поколениях были директора чтобы они ниже 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 там и соответственно вам будет лучше у вас за более пассивный доход то есть будет а именно поэтому маркетин пламу я считаю вот давайте возьмем вот элитный директор элитный глянтовый директор доступен всем то именно возьмет ответственность за себя и за свою жизнь себя и начнет просто работать работать неважно каким методом кто-то хорошо говорит и он хорошо развивать личный бренд ему люди будут идти кто-то работает спам вот есть девочки мы общались мы от спама не можем отойти потому что нам нравится мы не хотим отходить нам нравится с людьми общаться в социальных сетях и доносить информацию то есть мы хотим так работать нас прет от этого то есть у каждого человека свое то есть вы например до уровня партнера спамили мы этого не скрываем мы спамили величный бренд то есть у нас уже это было все в перемешку только после партнера мы начали разбираться в рекламе вы сами можете сказать что с восемнадцатого года открылась вот эта как раз наша платформа промо фаберли где мы начали уже изучать рекламу специально для этого принципе для рекламы была создана платформа сначала а потом уже было решено туда внедрить обучение и так далее то что сейчас есть то что мы имеем да мы запомните одно вы должны самого начала то есть новички смотрят вы самого начала должны заложить две сильных ветки чтобы они были одинаково объемах а потом уже заниматься другими своими ветками спокойно непринужденной получать все хорошие бонусы ну все давайте всем пока пока